Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Спасибо, что нашли время для наших зрителей, для нашего телеканала. Сегодня у нас в гостях Александр Оставшонок, директор Гомельского областного центра Олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Дорогие друзья, исполняющий обязанности директора Гомельской областной организации по лёгкой атлетике и, кстати, один из организаторов республиканского эко-марафона 2019, который пройдёт в Гомеле в это воскресенье. Добрый вечер! Добрый вечер! Я рад видеть вас в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Павел Кевлевич, участник республиканского эко-марафона. Ну, я не знаю, для меня он просто, Павел, герой, человек, который собирается бежать какие-то длинные дистанции. Да, действительно, это заслужит аплодисментов. Ну, вообще, я так понимаю, что Александр и Павел завтра будут готовиться к марафону. А вот у вас какие планы на выходные дни, Наталья Людмиловна? Ну, вы уже озвучили ближайшие планы. У нас завтра, прямо с утра, это республиканский субботник. И у нас в этом году, так как проходит отчётно-выборная конференция, вот в Новобилицком районе произошла смена кадров. И была такая инициатива выдвинута прямо на конференции, что было бы неплохо заложить в новом районе, вот район Хутор, который называется, в районе улицы Алмазной, сделать аллею Белой Руси. Вот завтра мы дружным, так сказать, активом соберёмся там и будем высаживать и клёны, и рябины. А рябины будут свисти белым цветом, поэтому будет аллея Белой Руси. Ну, вообще, про субботник одна из самых интересных тем. Мне кажется, завтра действительно, вот, дорогие друзья, напоминаю, кто ещё не знает, кто только что включил телевизор, завтра в нашей стране пройдёт республиканский субботник. Вот как планируете вы, кстати, внести свою лепту в благоустройство наших городов и села Александр? Ну, у нас, в принципе, субботник республиканский в особенности. Это, скорее, наведение уже определённого лоска. Тряпочкой протереть там в каких-то определённых местах, вытирать пыль, потому что основная работа уже выполнена, потому что у нас был там и городской субботник, и районный субботник. То есть вы поддерживаете чистоту? Санитарно, конечно. Я очень люблю чистоту, так же, как и работники нашей организации и учреждения. И все мы боремся за чистоту. Павел, есть какие-нибудь интересные истории в вашей жизни, связанные с субботником? Может быть, в школьных лет что-нибудь? Или спортивной вашей биографии? Я вот пытался вспомнить, если честно, я, наверное, на субботнике был последний раз в школе. Всё, что мне сейчас на ум приходит, это у меня дочь маленькая, мы живём на старом аэродроме, и она говорит, что завтра будет субботник по наведению порядка вот в районе гостиницы «Турист». Там будут убирать, и она вот хочет сходить тоже помочь, и, наверное, мы тогда сходим вместе просто. Ну, слушайте, ну, прекрасная идея, да, для семейного отдыха, семейного досуга. Кстати, вот обычно в каждой семье есть какие-то традиции выходного дня. Вот расскажите, поделитесь, какие есть у вас, Александр, вот даже интересно. Традиции выходного дня? Да, вот с чего начинается в вашей семье тогда? Суббота начинается с приготовления драников. Да, ну, не блинчиков, драников. Драников. Вы готовите драники? Драников по собственному рецепту, и получается очень даже ничего. Александр, делитесь рецептом. Дорогие друзья, записываем. Субботние драники. Ну, картофель трёте. Так. Добавляете яйцо, муки, соль. Масло подсолнечное, сковорода. Ну, так подожди, это традиционный рецепт. Так нет, главное с любовью. А, конечно. То есть это главный ингредиент. Это основной ингредиент. Субботник, да, таких выходных, выходных драников. Ну, конечно, мне кажется, не каждая женщина позволит себе в субботу встать и заниматься натиранием картошки. Ну, это вместо зарядки такой определенной, да, кто-то там делает пробежки, кто-то трёдраники. Так вот. Ну, может, у вас есть какие-то тоже истории интересные выходного дня, расскажите? Традиции, я бы сказала так. Традиции, да. У меня тут традиции в течение времени, конечно, меняются, но традиции бывают разные. Бывает выходной день, когда ты посвящаешь полностью себе, а бывает выходной день, когда к тебе приезжают твои дети. У меня дети уже взрослые, живут все отдельно, поэтому, когда они к тебе... Я к ним приезжаю, или они ко мне, то, конечно, традиции возвращаются, те, которые были. Но у нас традиционно, конечно, субботнее утро или субботнее воскресенье, это мама обязательно готовит какие-нибудь блинчики, обязательно с какой-нибудь необычной начинкой. Это каждый раз по-разному бывает. В зависимости от настроения, от погоды, от души, действительно, поэтому всё бывает по-разному. Но блинчики это обязательно. Ну, я думаю, что завтра вам придётся блинчики перенести, наверное, на воскресенье, потому что, напоминаю, дорогие друзья, что завтра в нашей стране состоится республиканский субботник. Кстати, по данным национального правового интернет-портала Республики Беларусь, в этом году 50% денежных средств, которые будут заработаны в день проведения республиканского субботника, будут направлены на подготовку детских, загородных, оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также благоустройство населённых пунктов, ремонт и реконструкцию историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времён Великой Отечественной войны. Ну а вторая половина денежных средств будет перечислена на капитальный ремонт монумента Победы в городе Минске и подземного пешеходного перехода в нашей столице. Вообще, знаете ли вы, дорогие друзья, когда и кто выступил вообще инициатором первого субботника? Вот именно этот вопрос и звучит сегодня в нашем конкурсе. Сегодня мы разыгрываем билеты на концерт «Чартер на любовь». Концерт состоится 16 мая в Гомеле в ДК «Железнодорожников». Там будет выступать российский автор-исполнитель, композитор и музыкант Жека. Так что два пригласительных ждут своих победителей, своих владельцев. Напоминаю вопрос конкурса «Кто и когда» выступил инициатором первого субботника. 34 22 43. Звоните в студию и делитесь своими вариантами ответов. А также, дорогие друзья, присылайте свои истории. Самый памятный субботник в вашей жизни. Можно позвонить в студию, рассказать. Можно написать какое-то сообщение в Вайбере. 34 22 43. Ну а пока я расскажу про концертную афишу на ближайшую неделю. Стоит отметить, что у гомельчан этой весной очень много возможностей послушать хорошую музыку. 23 апреля в конце впервые на одной сцене выступят Дмитрий и Георгий Колдуны. Кстати, концерт братьев пройдет в сопровождении симфонического оркестра Гомеля. А вот 24 апреля в ГЦК состоится еще один концерт известной белорусской группы Navi Band в поддержку безвозмездного донорства крови под девизом «Подари кровь, спаси чей-то мир». Концерт будет проходить в рамках тура в поддержку безвозмездного донорства, как я уже сказала. И вы знаете, как отмечают организаторы Министерства здравоохранения, служба крови Республики Беларусь, Белорусский Красный Крестный Министерство образования. Этот проект посвящен развитию добровольного донорства крови в Беларусь. Напоминаю, концерт состоится 24 апреля в городском центре культуры в городе Гомеля. Александр, Павел, участвуйте? Посещайте концерты. Эта традиция есть такая или нет? Директор центра Олимпийского резерва. У нас есть большой такой ангарчик под названием «Манеж». То очень часто у нас проходят концерты. И вам непроизвольно, да? Станусь зрителем. По долгу службы, в принципе, я хожу на эти концерты. Все остальное как-то не очень. Павел, что-нибудь последнее? Может быть, ездили на какую-нибудь куда-нибудь? Да, ходили. Последний раз группа украинская «Бумбокс» приезжала. Они в ДК «Сездорожника» выступали. Вот это буквально, наверное, месяц назад где-то. Вот мы были. Но мы посещаем, да, и в Ледовом дворце, и в Манеже. Неоднократно были. Поэтому стараемся. Вот хочу узнать еще и мнение Натальи Людвиговны сразу после телефонного звонка. Мне подсказывают, что у нас есть вариант ответа на вопрос нашего конкурса. Я хочу напомнить еще раз вопрос конкурса. Кто и когда выступил инициатором первого субботника? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу ответить на ваш вопрос. Так. В 2018-2019 году железнодорожники станции Москва-Сортировочная проявили цене инициативу отремонтировать там паровоз. Так начинался первый субботник. Ну что ж, вы знаете, вы действительно очень оригинальны, потому что все, кому я задавала этот вопрос накануне нашей программы, ассоциировали субботник с бревном, с Владимиром Лениным, и вот именно вот с этим сюжетом, да. И мало кто действительно знает историю о том, что инициатором-то действительно первого субботника 12 апреля, дорогие друзья, 2019 года стали коммунисты Московской Казанской железной дороги. Просто представьте, они после работы собрались, вернулись в цех и провели там до 6 утра, ремонтируя вагоны. Спасибо вам большое за телефонный звонок, мы вас поздравляем с победой, вы наш победитель конкурса. Билеты, напоминаю, выиграли на концерт «Чартер на любовь» 16 мая в Гомеле в ДК «Жизнодорожника» выступает российский автор-исполнитель, композитор и музыкант Жека. Дорогие друзья, впереди ждут еще конкурсы, так что оставайтесь с нами, телефон в студии 34-22-43, сегодня строим планы на выходные дни. Итак, концерты, спектакли, есть ли это, скажем, среди ваших интересов? Очень люблю и ходить в театр, и посещать концерты, и в кино хожу, но в кино вот реже, уже когда выезжаю к дочке в Минск, тогда... Мы не забегаем вперед, кино еще будет попозже, давайте да, просто. Но спектакли стараюсь посещать, вот премьерные, оно обязательно, особенно очень люблю нашего Павла Кордика, и когда вот он выступает, он такой вот комедийный актер, очень такой харизматичный, поэтому стараюсь обязательно посещать. Очень понравилась премьера «Женихи» в спектакле, концерты, на последнем вот был концерт городских оркестров, был симфонический оркестр, выступал, вселенная Дунаевская, ну вот просто душа прямо трепетала, слушая знакомую музыку с детства. Ну а вы все успеваете, слушайте, и концерты, и такая работа интересная у вас. И совсем недавно была в ДК Железодорожникова, смотрела балет «Жизель» нашего национального театра оперы и балета. Я впечатлилась и декорацией, конечно, ну, когда в Минске тоже бывает возможность, тоже стараюсь ходить, и на балет тоже. Ну а вы сами имеете какой-то опыт выступления на сцене? Мне кажется, вот с вашим темпераментом, да, уже давно надо петь. Опыт, конечно, есть. Кстати, вот выходные, почему я сказала, что традиции меняются, потому что, к сожалению, последние выходные где-то больше, чем полгода у меня вот... Это ваша фотография, мы видим вас на сцене, сейчас вот расскажите, что это такое. Я хожу, занимаюсь, у меня занятия вокалом, актерское мастерство, и сценические этикеты, чего у меня там только нету, и владение голосом в эфире, и в том числе вот и хореографией занимаюсь. Я участник проекта «Спой с оркестром», вот предложили такое уникальное занятие, и я вот не смогла себе отказать, потому что все-таки это мечта детства попасть на большую сцену. Ну вот расскажите, для тех, кто не знает, что это такое, что это за такой интересный проект «Спой с оркестром»? Это совместный проект нашего частного предприятия «Академия популярной музыки» и наши городские оркестры. Они пригласили в этом проекте поучаствовать в организации и предприятии. Вот у нас участвуют 11 участников. У нас крупнейшее предприятие, и «Водоканалы», и «ДСК», и «Мелковито», и «Гомеля Римстро». И вот мы, как прилежные ученики, каждую субботу-воскресенье ходим заниматься. Теперь вот у нас будут... Слушай, это прям фабрика звезд какая-то. Колоссальный опыт. Помимо того, что знакомишься с людьми, плюс к этому есть еще возможность попробовать себя в новом качестве. Выйти вообще из зоны комфорта и попробовать, что это такое. И это не просто выйти, исполнить под фонограмму, под минус-песню, а когда ты выходишь, у тебя за спиной оркестр, это, конечно, адреналин еще тот, непередаваемый. Дождите, а что было вообще самым сложным для вас, ну, скажем, любителя, да, который до этого никогда не выступал, не пел, и вдруг вот стал петь с оркестром? Не выступала, я не могу сказать, я вообще на сцене с детства, наверное, вот как к школу пошла, так постоянно, то ведущая, то где-то там... Ну, это любительские, да? Это такое любительское, а то захотелось попробовать себя в качестве профессионала. Это, конечно, была авантюра, с одной стороны. Я в свое время познакомилась с директором городских оркестров, вот пришла к ней, говорю, Алена Игоревна, есть вот такая мечта. Я говорю, попробовать вот себя профессионально на сцене. Я говорю, ну, можно исполнить мою такую вот детскую мечту? Она говорит, почему бы и нет, давайте попробуем. Написали аранжировку, выбрали песню. Честно скажу, когда я первый раз вышла на сцену, я пробовала с оркестром, у них репетировала, но когда я вышла на сцену, и я вдруг поняла, что я оркестр не вижу, он у меня сзади, и я его не вижу. Страх какой-то? Это был страх непередаваемый, это вот ступор такой, я думаю, сейчас я упаду лицом вниз. Благо, что зрители были очень доброжелательны, это были концерты «Ритмы планеты», который вот совместно наш проект, Гомельская областная организация «Белая Руссия городских оркестров», и публика была очень доброжелательная, поэтому они меня тепло приняли. Наталья, ну сколько по времени вы готовились к проекту с пояс оркестром? В этом проекту полгода. Полгода, каждые выходные, вот чем были, вот чем были заняты. Поэтому у нас было такое пробованное занятие, которое называлось «Открытый микрофон». Мы в ньютайме, в этом кафе, по воскресеньям, в определенный день месяца, мы приглашали своих друзей и зрителей, и вот пробовали себя выступать. Ну, на самом деле, главная интрига всего этого мероприятия в том, что 24 апреля, дорогие друзья, в общественно-культурном центре состоится, ну это, не знаю, как назвать, отчетный, что ли, концерт? Да, это финальный концерт. Это финальный концерт проекта «Спой с оркестром». Вот только представьте, представители 11 предприятий будут петь на сцене ОКЦ. Вообще, мне подсказывают, что у нас на связи, может быть, для вас это будет сюрприз, Алена Головань, как раз-таки директор государственного учреждения «Гомельские городские оркестры». Вот сейчас узнаем все подробности о ближайшем концерте. Алена Игоревна, добрый вечер. Добрый вечер. Ой, мы так рады вас слышать в прямом эфире. Знаете, вот готовимся и рассказываем зрителям, какие интересные мероприятия будут в ближайшие дни на Гомельщине. И, конечно же, ваш проект «Спой с оркестром» один из самых уникальных. Расскажите вообще, как появилась эта идея, что это за проект, и много ли вообще желающих было спеть с оркестром? Проект на самом деле особенный, это мое детище. Я придумала этот проект еще давно, но, к сожалению, не было возможности и подходящей команды для того, чтобы все сделать так, как хочется. И мы объединились с Академией популярной музыки, и на протяжении полугода обучали обычных людей вокалу и сценическому мастерству, чтобы уже в финале они вышли уже с профессиональным оркестром на главную сцену города и показали все, на что они способны. Ну, важно, что на самом деле спеть с оркестром не всем профессионалам предоставляется возможно. Вот есть у нас конкурс «Молодечный», «Славянский базар» с оркестром Михаила Яковлевича Финберга, есть «Белазовский аккорд» с президентским оркестром, и только ряд профессиональных вокалистов уже на республиканском уровне, на конкурсной основе могут спеть с оркестром. А вот здесь мне захотелось, чтобы себя показали наши гомельские, творческие люди, и не обязательно, чтобы они были профессионалами, не обязательно, чтобы у них вообще, в принципе, был уровень сценического мастерства, да, а просто захотелось взять такую возможность, которая есть у нас, и сделать людей чуточку счастливее. Вы знаете, мне кажется, Алина Игоревна, мне кажется, это несколько такой авантюрный, рискованный проект. Вот лично вас, ну, скажем, был ли момент разочарования, что «Ой, зачем же мы это устроили, ничего не получится, никто не умеет петь?» Или все-таки вы решили, что мы научим каждого петь с оркестром? Я в этом не сомневалась, потому что я сама вокалистка, я знаю, что все люди любят петь, умеют петь, просто важно подобрать песню, которая подойдет под того или иного человека, под его диапазон. Вот, а за полгода сделать хороший, качественный, достойный номер вполне себе возможно. Да и, в принципе, я не знаю ни одного человека, который бы отказался от такой авантюры. Ну да. И людям, которые хотя бы раз были на сцене, это очень интересно. Спасибо большое. Ну и самый главный вопрос, что же мы увидим 24-го в общественно-культурном центре 24-го апреля? Расскажите хотя бы вкратце нам о концерте, кто дирижер, и что, в общем-то, ожидать зрителям? На сцене будет наш концертный оркестр, дирижер Сергей Калупаха. Конечно, в первую очередь это будет масштабное шоу. У каждого участника будет яркий номер. Придут поболеть друзья, родственники, коллеги, гомельчане. Я знаю нескольких людей, которые придут с других предприятий, которых не пустили на этот проект, но они придут поболеть за своих коллег, за своих знакомых. Будут представлять заочно себя на сцене и, может быть, думать о том, что в следующем году им вдруг предоставится такая возможность. Выступят в педагоге, выступят в специальные гости. На самом деле будет очень круто и интересно. Вы знаете, у меня появилась прекрасная идея. Давайте мы в следующий раз сделаем телеверсию, а-ля «Фабрика звезд», поем с оркестром. Мы будем все полгода показывать и рассказывать, как же люди, которые никогда не пели, вдруг решили сделать это на сцене. Надо подумать. Я только скажу вам огромное спасибо за такую возможность. Это будет отличная идея. Спасибо. Спасибо, Алена Игоревна. Хороших выходных, хорошего мероприятия. Напоминаю, дорогие друзья, директор государственного учреждения Гомельский городский оркестр Алена Головань только что рассказала нам о масштабном проекте, который состоится в Гомеле 24 апреля в УКЦ. Это концерт с пой с оркестром. Кстати, а что представит «Белая Русь» в УКЦ 24 числа? Что за песня будет звучать? Что будете петь? Я буду исполнять песню «Чарли» из репертуара Лаймы Вайкуля. А, «Чарли», «Чарли». Да, да. И у меня будет подтанцовка, с которой я... Это такой осознанный какой-то выбор? Песня такая... Ну, мне можно историю рассказать, да? Конечно, все можно. Вот сложилось так, как оно сложилось, потому что нам дали несколько возможностей. Ну, мы выбирали репертуар, конечно, подбирали то, что нам подойдет. И, кстати, Алена Игоревна одну из песен предложила. Говорит, почему бы вам не спеть эту песню? Я вначале ее сразу отмела, ну как-то. А потом вот вслушалась, думаю, нет. Росточка там у вас, да, вот все будет? Да, вот это думаю надо... Ну, я, конечно, не буду в образе Чарли Чаплина, у меня будет актер, который танцует там. И когда я глубже узнала про эту песню, я была поражена, насколько все совпало. Вот просто совпала эта песня, потому что Чарли Чаплину буквально 16 апреля исполнилось 130 лет. И ровно 6 лет назад, 16 апреля, я пришла работать в эту организацию. Но эта песня просто нашла меня с ума, потому что, ну, не придя в Белую Русь работать, ну, попала бы я в этот проект или нет, была бы у меня возможность познакомиться с такими людьми и участвовать в столь интересном проекте. Вполне возможно, что была бы, но вот все совпало, поэтому для меня эта песня особо дорогая. Смелая, смелая, отважная женщина, да, потому что, я вот не знаю, Александр, Павел, вы бы смогли, рискнули бы с оркестром спеть? Ну... Если бы такое предложение поступило... Я бы точно нет. Вот ведь, а вот не говорите заранее. Ну, дорогие друзья, наш конкурс продолжается, и вот прямо сейчас мы разыграем билеты на концерт «Спой с оркестром». Напоминаю, состоится концерт 24 апреля в УКЦ, в общественном культурном центре в Гомеле. Итак, ну раз Чарли Чаплин, то и вопрос про него. На каком музыкальном инструменте играл Чарли Чаплин? 34-22-43, мы ждем ваши варианты ответов. Вообще, мне кажется, что вы действительно, Наталья Людовна, из той категории людей, которые очень рискованные, которые идут по жизни и готовы на любые авантюры, вообще никогда не было желания у вас подключиться к марафону, пробежать на длинную дистанцию, проверить свои силы? Ну, вот я когда читала, так, пресс-релиз «Кто у нас участвует?», я, конечно, об этом задумалась, но на длинные дистанции я никогда не бегала. Самая большая моя... Не, ну, когда в школе, конечно, там, на 100 метров, километр, я спортсменка была еще та. Но в данный момент, конечно, когда, ну, я стараюсь выделять время себе два раза в неделю, и, ну, единственное, где... Для спортной пробежки имеете? Да, бегаю, конечно, это на беговые дорожки, ну, не больше двух-трех минут. Ну, поэтому... Но мысль у меня такая есть. Ну, что ж, я не удивлюсь, да, что в следующий раз вы примете в этом участие. Дорогие друзья, я напоминаю, что в это воскресенье в Гомеле состоится масштабный республиканский эко-марафон 2019, и вот все подробности мы узнаем сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Напоминаю, сегодня пятница, мы строим планы на выходные дни. Кстати, в воскресенье, 21 апреля, накануне Международного дня Матери-Земли, в Гомеле пройдет республиканский эко-марафон. Вот кто будет участвовать в забегах, какие будут дистанции, какие будут маршруты, как правильно подготовиться к марафону. Вот обо всем об этом поговорим прямо сейчас с организаторами и участниками забега сегодня в нашей студии. Павел, кстати, вы же один из участников эко-марафона. Вообще раскроете секрет, это ваш первый забег или есть уже опыт? Нет, у меня есть опыт, это не первый забег. Я таким любительским бегом занимаюсь уже где-то 4 года. Я уже и полумарафоны преодолевал, и не один, и марафонскую дистанцию. И потом я медленно перешел в триатлон, уже преодолевал у меня и за плечами аронмен, поэтому не первый. Это сколько лет вы уже посвятили? 4 года. За 4 года вы столько пробежали много разных дистанций. А, кстати, самая длинная какая была в вашей жизни? Ну, если беговая дистанция, то это марафон, если взять триатлон, то это дистанция аронмен. Вы так говорите, не все зрители знают, что такое марафон, что такое… Марафон – это стандартная, стандартная олимпийская дистанция, расстояние – это 42 километра, 195 метров. То есть вы спокойно можете пробежать 42 километра? Александр, расскажите непосвященным. 42 километра – это стандартная дистанция, откуда, что и почему вообще мы бегаем именно таким марафон? Ну, это пришло еще с Древней Греции. Когда-то там… Мне кажется, это невыносимо пробежать так много. Точно не буду утверждать, да, но была война. Так. И вот победитель, ну, гонец, да, который должен был оповестить о победе, да, он направился в Афины. И как раз-таки вот расстояние от этого города до Афин было 42 километра. Потом уже 195 метров – это как бы длина стадии. Это уже в Олимпийских играх, когда начали проводить данную дистанцию, основной посыл был, чтобы она заканчивалась на самом стадионе. То есть человек, который пробегал марафонскую дистанцию, он забегал на стадион и пробегал одну стадию. То есть 195 метров – это мера греческая такая получается. Отсюда и пошло 42 километра – 195 метров. А вот давайте поговорим про организацию мероприятия. Какие вообще дистанции будут на этом марафоне в воскресенье? На «Беларусьнефть» эколомарафон 2019 года будет три дистанции. Ну, основная – это 42-195 метров, 21 километр – это полумарафон и 4 километра – 200 метров – это корпоративный забег. А, Павел, вы какую дистанцию выбрали в этот раз? В этот раз я побегу полумарафон, я побегу в составе команды «Беларусьнефть» центрального аппарата. 21 километр? 21 километр. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это очень… А какая вообще самая сложная дистанция? Самая сложная дистанция? Мне кажется, 42. 21 для меня тоже – это что-то запредельное, да. Ну, я вам могу сказать, смотря с какой стороны посмотреть. На мой взгляд, самое сложное – это 4 километра 200 метров. Потому что, как правило, процентов 60-70 туда приходят людей, которые первый раз бегут. Эту дистанцию, которую попросту не бегали. А на полумарафон, марафонскую дистанцию, человек уже идет осознанно, он проходит какую-то подготовку. И ему намного легче, потому что он распределяет усилия. А там, получается, после старта сломя голову. Побежали, добежали, не добежали, уже неважно. Побежали, сколько здоровья хватит, там, может, остановился, перешел на бег или куда-то еще. А профессионалы тут, ну, если так рассматривать по дальности, до 42 километра. Потому что там после 25 километров, после 30, открываются скрытые возможности человека. Он уже, по сути, истощение идет каким-то образом организма. И для этого на дистанциях там предусмотрены пункты питания, освежения. Чтобы он в определенный период мог как бы подпитаться. Мне придется вас остановить. Дело в том, что у нас есть телефонный звонок. Мы продолжим сразу после разговора с нашим телезрителем. Все расскажете нам, Павел, о том, как вы готовитесь к этому марафону. Заинтриговали. Дорогие друзья, я хочу напомнить вопрос нашего конкурса. На каком музыкальном инструменте играл Чарли Чаплин? Я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на уникальный концерт с пояс оркестром. Концерт пройдет 24 апреля в Гомеле в общественно-культурном центре. Итак, давайте познакомимся с телезрителем, у которого есть версия. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый. Добрый, как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья, только вам звонила по поводу того ответа. Муж мне подсказал, что он помнит эпизоды фильма «Где играл Чарли Чаплин?» На скрипке. На скрипке. Ну это правильный ответ. Наталья, вы так хорошо подготовили к сегодняшнему эфиру. Забрали у всех остальных зрителей шанс куда-либо сходить. Это муж мне подсказал. Ну, мне кажется, вы просто обеспечили прекрасные не только выходные, но и прекрасную неделю ближайшую для своего супруга и для своей семьи. И вам спасибо за звонок, хороших выходных. Ну что ж, билеты на концерт с пояс оркестром только что разыграли. Напоминаю, 24 апреля в Гомеле в УКЦ состоится действительно очень уникальный проект. Мы продолжаем разговор про эко-марафон, который состоится в воскресенье в Гомеле. Павел, вот как вы готовитесь к дистанции 21 километр? Это проходит неделя, месяц, или вы целый год как бы идете? Вы же хотите победить там, правильно? Вы же уже четко понимаете, что вы должны рекорд какой-то поставить, может быть, даже личный. Нет, ну вы знаете, что я на первом месте не претендую. Почему? Ну потому что люди, которые будут занимать первое место, которые претендуют на него, это люди, которые занимаются всю жизнь. Это профессиональный их вид деятельности. Они занимаются им с детства. Я как любитель буду... То есть вы на второе? Будет хорошо, если это будет первые 50. Если добегут до финиша, да? А вообще, серьезно, как готовитесь? Как надо готовиться к марафону на такую большую дистанцию? Ведь нельзя же так вот хоп встать и проверить пульс, если все нормально, и побежать, правильно? Вы знаете, вот этот раз мы готовились целой командой. Подготовка у нас заняла три месяца. Мы готовились командой центрального аппарата «Беларусьнефть». У нас было порядка 15 человек. Это люди, которые первый раз побегут дистанцию. Никто из них не бегал. Вот мы три месяца назад начали заниматься под руководством мастера спорта, участника Олимпиады Екатерины Гончар. Вот посещали манеж. Это тренировки были изначально, которые на общую физическую подготовку. Потом это были... На выносливость какую-то, да? Потом это уже были беговые тренировки, потом были темповые, длинные. И вот за три месяца можно сказать, что это тот срок, которому неподготовленному человеку, которому уже понятно, который имеет разный вес, можно и так сказать, который никогда не бегал, уже устоялся, взрослый человек. Это тот период, за который комфортно подготовиться к этой дистанции. Скажите откровенно, вот из этих 15 человек, ваших коллег, кто-нибудь сошел с дистанции до марафона или нет? У нас, вот я, наверное, один человек только выпал. У нас пять человек присоединились к нам на первом этапе, в первом месяце еще. И один человек, ну, у него просто травма была. То есть, в принципе, все готовы к марафону? Все готовы. Я больше скажу, все пробегут его. Все пробегут. А вообще у вас личное волнение есть какое-то? Конечно. Ну, каждое, любое соревнование, это же определенный набор целей, да, вот там, за какое время я хочу уложиться, в каком темпе я хочу пробежать. Более того, сейчас я бегу первый раз в составе команды. И у меня еще больше волнения, это не только команда, да, это за своих коллег. Мы с ними три месяца тренировали, занимались там. Вот как у них сложится эта дистанция. Поэтому, ну, волнительно. Ну, очень интересно. Я бы хотела еще поговорить, действительно, вот зачем? Зачем делать подобные эко-марафоны? В чем их основная задача, вот, Александр? Ну, основная задача... Они стали очень популярными, традиционными, я смотрю. Да, марафонское движение, в принципе, очень популярно. Если так смотреть, близлежащие зарубежья, та же Польша, есть Варшавский марафон, Берлинский марафон, Парижский марафон, марафон Нью-Йорки. То есть, это модная тенденция, и это туризм, спортивный туризм. Человек приезжает туда, да, участвует, ведет подготовку к дистанции, но в то же время еще и смотрит каким-то образом там достопримечательности городом. Да, с людьми, страной. И очень интересное направление. Я сам ездил два раза, ну, не то чтобы участвовал, да, ездил на рижский марафон, чтобы перенять опыт проведения там, потому что там проводится уже он 16-й раз. Ну, конечно же, там объемы впечатляют. Там порядка 50 тысяч участников по разным дистанциям. Там это проходит в несколько дней. Там, ну, весь город, даже Рига, то есть это столица Латвии, в то же время... Это праздник. Это праздник. Это чувствуется, и в этом мероприятии есть душа. А сколько, кстати, у нас стран уже заявили о своем участии, и сколько вообще участников планируется в воскресенье? Планируется у нас порядка трех тысяч, трех с половиной тысяч, потому что вот на сегодняшний день отметка там 3200, я еще как бы фору даю 300 человек, которые дозаявятся на корпоративный запек. Это те, которые зарегистрировались сегодня, да? Что касается полумарафонской-марафонской дистанции, уже регистрация остановлена, потому что там лимит исчерпан. У нас было заявлено 700 человек, и это все донабрали. Потом пошли звонки, как-нибудь, если есть, там освободится, кто-то откажется. То есть желающие пробежать, эти дистанции много. Да, вот именно, и это платно. Если корпоративный забег бесплатен, то, в принципе, это платно, и люди идут осознанно, как бы, им это нравится. Александр, а если завтра, точнее, в воскресенье, кто-то захочет вот просто прийти, вот сейчас посмотрит нашу программу, да, и захочет прийти в воскресенье и поучаствовать в марафоне вот на 4, я так понимаю, километра. Это возможно? Ну, онлайн зарегистрироваться. Или все-таки надо регистрацию проходить еще? Онлайн регистрироваться они не смогут, да. У нас работает сейчас экспо, то есть сегодня, ну, там, с 2 часов до 7 работало. Экспо, там, мини-выставка спортивных товаров, ну, и получение номеров. То есть на этом экспо может человек на корпоративный забег, в принципе. А завтра будет еще такое проходить? Завтра тоже работает она с 10 часов до 7 часов вечера. Ну, вот если человек захочет получить такой номер, да, вот, Наталья Людвигина вдруг решится. Ей же надо какую-то справку, наверное, со здоровьем принести? Конечно, со состоянием здоровья. Еще что надо, чтобы получить номер регистрации? Ну, справку, допуск о состоянии здоровья и заполнить или же справка, или же мы там даем, предоставляем расписку, да, что она несет ответственность за свое состояние здоровья. Ну, мы ожидаем в гости каких-то, может быть, именитых легкоатлетов, марафонцев из других стран, и вообще сколько стран будет? Стран будет 10. Вот сегодня мы посчитали, как бы, самая после Беларуси многочисленная, это Россия, там порядка 40 спортсменов. Есть представители Италии, есть Франции, с Египта даже есть один. Два человека с Китая, три человека с Китая. То есть, ну... Подождите, вы хотите сказать, что из Китая, из Египта, к нам в воскресенье. И американцы приезжают к нам в воскресенье, получается... Ну, четыре человека из Соединенных Штатов Америки. То есть, это еще раз доказывает то, что это очень популярное направление, это спортивный туризм. То есть, в Соединенных Штатах Америки он видит, по сути, я хочу участвовать в этом, в этом, в этом. Некоторые коллекционируют марафоны. Есть марафоны, которые составляют одну общую серию. И там вот медали, да, если их сложить, то это будет какая-то единая, в принципе, фигура. Нет, мне очень понравилось коллекционировать марафоны. Слушайте, что-то в этом есть. Коллекционировать марафоны, это уже как, я не знаю, как такая хорошая, здоровая зависимость, мне кажется, да, с одной стороны. Кстати, а что получат победители? Есть какие-то призы, кроме медалей? Ну, победители получат, у нас есть очень там различная линейка призовых, да. Там общий фонд составляет порядка 7800 белорусских рублей. За первое место в Абсолюте на марафоне победитель получит 1200, за второе там 600, за третье 350. Ну, хорошие, внушительные. В полумарафоне незначительно, но меньше. Это 1101, там 552 и 300 вроде бы за третье место. Вы знаете, у меня столько вопросов, такое ощущение, что я сама буду участвовать в этом марафоне. Действительно, очень любопытно. Меня интересует, куда побегут, вот какие маршруты, если к нам приезжают иностранные гости, да, что мы, в принципе, во время, хотя я не знаю, можно ли во время марафона что-то рассмотреть вокруг, да, но с другой стороны, где это будет проходить, какие-то трассы? Ну, я хочу вам, опять-таки, вернуться к той же Риге, да, по сути. Там марафон, все дистанции сконцентрированы в центре города. То есть основной посыл, чтобы все вот эти участники, да, они пробежали и посмотрели все эти, как это. Мы в этом году максимально хотели, как бы, взять именно центральную часть, нашу красивую центральную часть города Гомеля, это улицу Советская, Кирова. Советская чуть-чуть не получилось, но Кирова, в принципе, удалось доказать. И они стартуют на набережной реки Сож, потом подымаются по Пролетарской, выбегают на Кирова, дальше противоходом обратно возвращаются, пересекают Советскую, Белецкую и по Восточному обходу убегают в сторону Поколюбича, Сожского карьера. Разворот на полумарафоне где-то будет в районе магазина Адонис Евроопт на Черниговской. То есть в любом случае в воскресенье мы увидим марафонцев, в Гомельчане смогут увидеть марафонцев именно в городе, даже те, кто не планировал, например, становиться зрителем, это должно стать событиями. Совершенно верно. Поэтому, в принципе, на Кирова это где-то, если выйти пол-одиннадцатого в воскресенье, то можно... Помахать платочками, я же не знаю. И помахать, и поаплодировать, и поболеть попросту. Поболеть попросту, да, пожелать удачи. Кстати, один из самых важных вопросов, на мой взгляд, планируется ли на дистанции марафона вот пункты питания, какие-то медицинские, я не знаю, там машины, палатки какие-то. Да. Что касается пунктов питания, о которых я до этого говорил, потому что марафон сложная дистанция, мы планируем порядка семи пунктов питания и освежения. Из них чистых пунктов будет питание, это пять, два чистых пункта освежения. А что значит чистые? Ну, только питание с водой. А питание, это что там, картошка, котлеты или что-то там другое? Банан, потом апельсин порезанный, потом сукафрукты. Ближе уже к финишу, там дополняется кофейно-содержащий напиток, или это кола или пепси. И энергетический напиток там предложат. Хорошо, а что вот насчет врачей, медицины, чтобы быть спокойным? Что касается скорой помощи, то мы уже второй год уделяем очень большое внимание этому вопросу. Во-первых, первое нововведение было, это то, что мы ввели браслеты при регистрации на Экспо, вот, которые будут еще завтра проходить. Каждому участнику, кроме номера, выдаются чипованные браслеты. Это чипованный браслет. Почему браслет? Потому что номер можно передать другому участнику. Особенно этим грешат корпоративные забеги. Ну, да, друг друга поддерживают. Не побегу, побеги ты, там, Вася, вот тебе номер. Главное, чтобы мы победили, да. Главное, чтобы победили. А наличие браслета, да, которое, в принципе, на Экспо ему вешается, это уже будет входным билетом стартовые споры. Его снять уже практически невозможно. То есть тот человек, который получил медицинский допуск, соответственно, он уже беспрепятственно пройдет. И это будет точно тот человек. Плюс еще семь бригад скорой помощи. Два ремомобиля, две машины сопровождения и три точки, которые будут курсировать по определенным зонам. Вы знаете, вот есть у нас от Артема, нашего телезрителя, вопрос. В Айбере, с какого марафона лучше начинать новичку? Лучше начинать с полумарафона. С полумарафона. Давайте для остальных объясним еще раз, что такое полумарафон. Какая это дистанция? Полумарафон – это 21 километр, 0,98, ну с копейками, в принципе. То есть лучше начинать с этого? Конечно, потому что… Не ошибайтесь, что 4 километра – это проще бежать. Я правильно вас понимаю? Да, не совсем еще раз. С какого марафона? С полумарафона. В течение года, в принципе, спортсмен может пробежать несколько, только два марафона. Два, один, два, не больше. Все остальные являются подводящими. Подводящими. То есть полумарафон, как правило, 3-4 полумарафона, и человек способен, опять-таки, уже участвовать в марафоне. Я вам скажу, что после 30-го километра становится совсем худо с организмом, поэтому тут надо адаптировать. А у вас часто было желание сойти с дистанцией? Только честно, откровенно. Честно, откровенно, это постоянное чувство после 30-го километра, что это последний раз. Больше такое не повторится. Вы завтра, когда бежать будете, завтра вам нету 30-го километра. Мне такое ощущение, что вы должны победить. И поэтому вы, пожалуйста, вспоминайте наших зрителей, которые сейчас уже практически за вас переживают. Но самое главное, поделитесь секретом, как вы готовите к марафону, есть ли какая-то диета у вас, может быть, какой-то режим определенный, может быть, какой-то продукт специальный секретный употребляете, я не знаю, килограмм яблок обязательно перед стартом. Ну, поделитесь. Да нет, это обычный здоровый образ жизни, это лучшая подготовка, лучше под это выделить время. Я вот, мне, например, нравится бегать с утра, я стараюсь тренироваться с утра, вечером уже проводить более скоростную тренировку, например. А сколько вы пробегаете с утра? Порядка 10 километров. Это я бегаю около часа. Вот, Александр, помните, мы с вами как-то разговаривали, что бег с утра, и мы часто в нашей передаче об этом говорим тоже, что бег с утра, это не есть хорошо для организма. Прокомментируйте как-нибудь, что посоветуйте тем, кто сейчас возьмет и побежит тоже с утра. Опять-таки это приемлемо каждому человеку. Кому-то комфортно бегать с утра, кому-то это медики. Многие говорят, что с утра, опять-таки, организм еще не проснулся. Да, не проснулся. И тут сразу уже как бы начинаешь его активно использовать. Я сторонник, что есть определенные периоды, биоциклы для любого человека, которые могут, он использует это для физических нагрузок. Таким же образом построено время для проведения учебно-тренировочного процесса. Как правило, это с 10 часов до часа и с 14 до 19.00. То есть это вот два периода, когда организм находится на высшей точке работоспособности. Поэтому целесообразно их использовать именно вот в это время. А как вы, Наталья, как вы относитесь к утренним пробежкам? Утренним, именно вот к утренним. Ну, утренние пробежки я не практикую. Самое лучшее утром, так сказать, зарядиться, это пойти прогуляться с собачкой. Это вот, знаете, лучше всего заряжает на весь день целый день. Дорогие друзья, напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». В воскресенье стоит эко-марафон в Гомеле. И мы вот сейчас узнаем подробности. Где-то прочитала, что планируется какой-то макаронный ужин для участников. Настолько любопытно, что это такое. Мало того, что будут палатки с едой, медики, так еще и макаронный ужин. Ну да. Это как, победителем или... Это не победителем, это... Всем участникам, что ли, да? Участникам на полумарафонской и марафонской дистанции, да. Но опять-таки, чтобы подвести организм к таким дистанциям, это надо на насыщение углеводами. Поэтому, как правило, за день или в преддверии вот этих вот стартов, спортсмены на эти дистанции, они насыщают через макароны, через пасту. Вот завтра будет там выдаваться порция пасты с как бы болоньеза. Слушайте... И стакан чая. И стакан чая. Вот. Сразу определили, как надо питаться марафонцем. Кстати, Павел, кто за вас будет болеть? За меня? Семья будет болеть. Коллеги будут болеть, которые знают, которые со мной вместе готовились. Такая ответственность большая. Ну и партнеры же будут болеть. Партнер, конечно. На самом деле, дорогие друзья, согласитесь, эко-марафон – это все-таки большое событие не только для марафонцев, но и вообще для гомельчан, для гостей нашего города. И, конечно же, поддержать участников. В это воскресенье придут не только коллективы, но и семьи. Вот интересно, планируются ли какие-то культурно-развлекательные программы, какие-то культурно-развлекательные мероприятия для зрителей именно? 16 точек. 16 точек на дистанции, включая старт. Повторю, что старт состоится у нас 21 числа в 10 часов набережная, ориентир ресторан «Прованс» и в 15.00 корпоративный забег. То есть там предусмотрена обширная культурная программа. Все это время будет выступление современных творческих коллективов, будет работать торговля. То есть скучно не будет, да? Да, и по дистанции практически там. На набережной будет 3-4 точки. И по городу Гомеля, где-то до улицы Олимпийской, это все через 3-4 километра будет выступление коллективов. Особое внимание мы в этом году уделили разворотам. То есть это Кирово и это Дионис. Там мы собираемся сделать такое массовое представление. То есть настоящий праздник. Чтобы интересно было спортсмену бежать. И спортсмену бежать, да, и зрителям смотреть. Что, Павел? Я вот не один раз участвовал в таких соревнованиях. Это всегда приятно, всегда очень заряжает. И не только, когда люди выходят в точке, где выступает какая-то группа, а просто выходят к дороге. Это вот... То есть для спортсменов это важно. Да, для этого дети прекрасно, когда они выходят, машут, они там дают тебе 5. Это просто сил прибавляет. Ну, скажите, вот какой совет дадите участникам, особенно тем, кто завтра впервые, ой, в воскресенье впервые будет испытывать себя в марафоне, Павел? Совет. Я дам совет. Хорошо покушать, хорошо выспаться, не нервничать, выйти и пробежать. Если человек готовился, все будет хорошо. Александр? Я тоже дам такой совет, выйти и пробежать, но больше как бы обращусь к тем, которым будут бежать 4 километра 200 метров, чтобы они смотрели по состоянию, если они хорошо подготовлены, если они проводили тренировки перед этим забегом какие-то определенные, то они могут бежать в свою силу. А те, которые почувствуют, в принципе, усталость, лучше остановиться и пройтись пешком, чем рвать. Тем более мы вот эту вот дистанцию предусмотрели без всяких горок, без всяких подъемов. Это чисто от ресторана «Прованс» до «Немо» и обратно возвращаемся. Ну что ж, дорогие друзья, кто-то в выходные дни будет бежать, кто-то будет смотреть марафон, ну а кто-то отправится на футбол. В воскресенье в Гомеле на стадионе «Центральный» встретятся футболисты Гомеля и Солигорска. Матч начнется в 19.45. Кстати, дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут посмотреть матч бесплатно. И, как обычно, накануне главного матча футбольного встретятся дублеры футбольных клубов «Гомеля и Шахтер». Игра состоится в субботу, 20 апреля в 16.00 на стадионе «Дюшор» номер 8. Кстати, о спорте. Дорогие друзья, завтра в Речице пройдет открытый турнир по регби. Подробности расскажет Илья Турик, основатель и руководитель Реческого регбиного клуба «Варяги». У нас на связи Речица. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Так, еще раз звоним. Звоним в Речицу, что-то не получилось. Ну что ж, дорогие друзья, пока дозваниваемся в Речицу. Давайте посмотрим рекламу на телеканале «Беларусь-4». Дорогие друзья, напоминаю, на телеканале «Беларусь-4» прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня устроим план на выходные дни. Завтра в Речице пройдет открытый турнир по регби. Все подробности узнаем по телефону. У нас на связи Илья Турик, основатель и руководитель Реческого регбиного клуба «Варяги». Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Расскажите нам, пожалуйста, в этом турнире, который завтра пройдет в Речице, в чем его вообще особенность, кто его участники? Особенность этого турнира в том, что он впервые проводится в Республике Беларусь. И что самое приятное, в нашем родном городе Речице. Мы первый клуб, который начал играть именно в регби-лих. Это отдельный вид спорта, он никак не связан с самим регби. Участники будут клубы из Москвы на данный момент, из Украины. И мы местный клуб. Ну, расскажите, во сколько начало, где пройдет, куда бежать зрителям, как говорится? Начало мероприятия будет в 11.00 на стадионе «Надежда» в городе Речице. Это в адресе Светлогорское шоссе 1. Так. Вот. Для зрителей готовим приятные сюрпризы. А вот приятные сюрпризы – это что? Потому что обычно действительно такие вот мероприятия – это все-таки события для болельщиков. Раскройте как-то одну карту. Для зрителей специально у нас будут подготовлены несколько конкурсов, где они смогут побороться за ценные призы. Потом будут выступать студия танцева. Специально для зрителей подготовили номер. И черлидерши будут выступать. А также самому активному болельщику мы тоже готовим особенный приз. Нет, так вы бы про черлидерш сразу начали говорить. Илья, это же самое яркое, интересное. Вы знаете, вот если без шуток, я знаю, что в Речице очень любят местные жители футбол. А вот насколько речичане действительно увлекаются регби, вот на ваш взгляд? Или все-таки недостаточно, и надо развивать это направление? Я считаю, что недостаточно, так как это новый вид спорта для жителей нашего города. Он недостаточно популярен. Ну и у людей есть некие предрассудки из-за высокой травмоопасности этого вида спорта. Ну мы сейчас начали активно проводить мастер-классы в учебных заведениях нашего города. И люди уже начинают понимать, что регби это не страшно, это наоборот очень весело и хорошо. Спасибо большое, Илья. Хорошего вам турнира и хороших выходных. Илья Турик, основатель и руководитель Речицкого регбийного клуба «Варяги», только что рассказал нам об открытом турнире по регби, который завтра пройдет в Речице. Ну, дорогие друзья, я напоминаю, что завтра вообще в нашей стране состоятся республиканские субботники. Вот вы знаете, наши зрители очень активно присоединились к нашему разговору в прямом эфире. И вот присылают свои истории о самом ярком субботнике в их жизни. Антон пишет, что самые интересные субботники у него проходили в школе после уборки территории балетанцы. Ольга пишет, что она всегда ходит на субботники с настроением, особенно любит садить деревья. Ирина сообщает, что во время субботника построили детскую площадку и вся семья принимала в этом участие. Ну, вот видите, объединяет просто субботник, объединяет людей. Анатолий сообщает, что в прошлом году с однокурсниками из субботника устроили квест и запомнили на весь год. Надеюсь, никого не потеряли и все живы-здоровы. Ну, а Татьяна говорит, что после субботника всегда ходит в кино. Действительно, кино. Кстати, про киноафишу. Кто-нибудь из вас следит за киноафишей так пристально и внимательно? Я вот, например, жду один фильм, сейчас расскажу о нем. Ну, в кинотеатр ходим, да? Ну что ж, что можно посмотреть, расскажу прямо сейчас. На самом деле, нынешний апрель, дорогие друзья, в гомельском кинопрокате выдался, вы знаете, на редкость горячим. Новинки киноафиш порадуют и взрослых, и детей. В выходные дни в Гомеле можно посмотреть семейный приключенческий мультфильм «Пушистый шпион» и семейный фильм «Домовой». Также покажут музыкальную драму «Богемская рапсодия» и американскую картину ужасов «Проклятие плачущей». Ну а для любителей мелодрам фильм «После» – картина снята по мотивам популярного среди женской аудитории романа «Пятьдесят оттенков серого». Кроме этого, покажут совместную британо-французскую драму «Нуреев» «Белый ворон», это о знаменитом советском балетмейстере, ну и заключительная часть франшизы «Мстители». Ну а одной из самых ожидаемых премьер апреля стала российская криминальная комедия «Миллиард» Владимиром Машковым в главной роли. Дорогие друзья, сама жду с нетерпением этот фильм, обязательно пойду посмотрю. Ну а пока давайте посмотрим анонс. Меня зовут Матвей. Я был миллиардером до вчерашнего дня, когда появились две новости. Плохая – у меня теперь нет денег. По документам все банки принадлежали моим отцам. Ты войны хочешь? Война значит война. И очень плохая. У меня теперь есть семья. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Поскольку вы все мои дети, с этой минуты у вас будет одна цель – вернуть наши бабки. Во Франции в одном сейфе лежит расписка, по которой все имущество принадлежит мне. Если расписка у нас – все. Это уже не ограбление. У меня только один вопрос. Мы как попадем в банк? Это был мой банк, сынок. Считается одним из самых надежных в мире. Камеры в инфракрасном режиме – везде. Само хранилище – стальной капсуле. С опытом боевых действий кто-нибудь есть? Начальник службы безопасности. Вот он реально крутой. Отличная у нас команда. Идиот с пушками. Диковатый бульфизорист. Психолог, которому самому нужен психолог. И безрукий хакер. Как же без вас было хорошо. Мне дороги эти люди. Ну, не то, чтобы совсем дороги, но довольно приличные. Примерно на миллиард. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Итак, кстати, завтра, напоминаю, что создаётся Республиканский субботник. И вот про самый памятный субботник сообщают наши зрители. В советские времена всей семьей убирали гарнизон, где служил отец, а потом шли на спортивное состязание. Такое сообщение прислал Руслан. Елена, рассказ про субботник 10 лет недавности, когда красили забор в детском доме, а после этого взяли шефство над детьми. Вот такая интересная, в принципе. История. Ну, а Виктор говорит, что однажды убирали Гомельский парк. Ну, и катались там во время субботника на каруселях. Видите, у каждого свои воспоминания. Ну, кстати, завтра после субботника можно отправиться не только в кино, не только в парк, но и на Суаре. В 15.00 в Музее истории города Гомеля состоится званый вечер, где можно поговорить будет о моде, стиле, элегантности, и, конечно же, о Франции. И дело в том, что Музей истории города выбран не случайно. Такие вечера раньше проходили в подобных усадьбах и особняках. Вот как сейчас, где находится сейчас Музей истории города Гомеля. Ну, а что же будет в программе Суаре? Это будет дефиле, это будет свадебный показ, это будет мастер-класс по макияжу, выставки фотографий, даже антиквариата. В общем, все о французской моде. Завтра в 15.00 в Охотничьем домике в Музее истории. Ну, мне кажется, вас должно заинтересовать, Наталья Людвиговна, это Суаре, такие модные показы, наверняка вам интересны. Я подумаю об этом. Вот, можно новое платье для концерта обязательно подобрать, да. Ну, вообще интересно, изменились ли ваши планы вот в ходе нашей программы, может быть, какие-то действительно мероприятия вас заинтересовали. Или марафон, субботник, драники. В субботу можно фильм посмотреть, как раз в спокойной обстановке, ноги на диване. Да, да, настроиться спокойно, да, на победу, что называется, да. Ну что ж, дорогие друзья, вечер пятницы на нашем канале продолжается. В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4» показывает документальный цикл о малоизвестных страницах истории съемок самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусьфильм». Вот каждую пятницу после «Доброго вечера» вас ждут кинометры войны и, конечно же, любимый военный фильм. Сегодня вы увидите знаменитую картину «Иван Макарович». Но перед показом, дорогие друзья, у вас есть возможность узнать о том, как же снимался этот фильм. Конец 1967 года. Магическое число – 120. Это зарплата в карьере инженера, врача, учителя. Зато в СССР неизменный курс рубля. Цены печатают на упаковке. Батон стоит 13 копеек. Килограмм докторской колбасы – 220. Радиоприемник ВЭФ за 93 рубля 0,2 копейки берет и короткие радиоволны, на которых работают вражьи голоса. В конце 1967-го начали показ нового польского многосерийного фильма «Четыре танкиста и собака». В главной роли был Шарик. Но не такой, не этот. А на «Беларусьфильме» полным ходом шли съемки нового фильма. Ходим до нас, познаемимся. Расскажь нам про себе. Тары-бары, кто такие, откули инша. А мы тебе про себе расскажем. Пошли. Ну что ж, дорогие друзья, «Кинометр войны» сразу после доброго вечера. Я желаю вам хорошего просмотра и, конечно же, хороших выходных. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс» Наталья Волынец. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»